Николай Багринцев приехал в Севастополь осенью 1954-го. Тогда он был просто Коля. Ему не было и 16-ти, но он сумел досрочно получить паспорт. Он ехал возрождать здесь промышленность, начал работать подручно в бригаде трубогибщиков на крупнейшем севастопольском предприятии «Севморзаводе» имени Серго Орджоникидзе. На этой тяжелой работе стал отличным специалистом. В 1976 году Николай Васильевич получил звание «Мастер золотые руки», а высшую советскую награду «Звезду героя социалистического труда» получил в 1977-м по итогам работы за год. Почти полвека этот замечательный, никогда не пасующий перед сложностями человек отдал своему заводу. Своим мастерством, своими золотыми руками он прославил рабочий класс Севастополя. Поэтому не случайно его труд был высоко оценен, и он был удостоен высокого звания героя социалистического труда. Это все и создавало такой замечательный облик нашего простого русского человека, который и посвятил всю свою жизнь труду, и трудился в общественных организациях, в том числе и в Совете ветеранов города, до последнего дня своей жизни. Последний раз живой и жизнерадостный Николай Васильевич появился на нашем экране в 2013 году. Тогда ему исполнилось 76 лет. Заслужив почет и уважение добросовестным трудом, он и молодым советовал не гнушаться таких принципов. Он пожелал, чтобы добросовестно работали на благо государства, на благо города и так далее. А слава, она сама придет, если будет честная, добросовестно работать. Таким был этот настоящий рабочий человек. Таким его запомнили друзья. Ответственный и безгранично трудолюбивый. Николай Васильевич служил Севастополю верой и правдой. Человек с большой буквы. Часть славной истории города-героя. Как живую легенду, при жизни его чествовали руководители района и города. Но это было при жизни. Второй год его дочь обращается к ветеранским организациям правительства города с просьбой присвоить имя героя социалистического труда Николая Багринцева Севастопольскому судостроительному колледжу. Поскольку отец был рабочий человек, специально с него рабочий, я закончил ПТУ-13 в свое время. У нас осталось единственное заведение учебное. Это Севастопольский судостроительный колледж, который раньше назывался ПТУ-3. По совету ветеранов Людмила Николаевна Багринцева обратилась к директору Севастопольского судостроительного колледжа Галине Юрьевне Косенко. Она сказала, что я начала переделывать документы на российские, с украинских, и опять это будет волокита, это по новой переделать. Тогда я обратилась к заместителю муниципального совета Парасоцкому Ивану Ивановичу, чтобы он поговорил с ней. Он поговорил с ней, дал мне ответ, что она сказала, что она категорически против. По словам Людмилы Багринцевой, директор судостроительного колледжа, ей сказала, что для принятия решения необходимо указание правительства Севастополя и департамента образования. Тогда женщина обратилась к заместителю губернатора Севастополя Юрию Ивановичу Кривову и получила письменный ответ, в котором сообщалось, что коллектив Севастопольского судостроительного колледжа должен на общем собрании решить вопрос необходимости присвоения учебному заведению имени героя социалистического труда Николая Багринцева. Было ли собрание и что решил коллектив, Людмиле Багринцевой неизвестно. В день съемки этого репортажа директор Севастопольского судостроительного колледжа на рабочем месте отсутствовало, не отвечал и ее рабочий телефон. Мы оставляем право Галине Юрьевне Косенко высказать свою позицию и готовим информационный запрос в департамент образования правительства Севастополя. 1 декабря 2017 года почетному гражданину нашего города Николаю Багринцеву исполнилось бы 80 лет. Его семья надеется, а вдруг к его юбилею в Севастополе появится школа или колледж имени героя социалистического труда. Маргарита Пронина, Елена Анисимова, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова